Совет при выборе вело-втулки Сейчас у нас все производится в Китае и в Китае производятся как хорошие товары, так и естественно и плохие товары и я столкнулся с такой проблемой у меня велосипед был хороший но при этом он не имел дисковых тормозов и я решил его перевезти на дисковые тормоза всю конструкцию я собрал и мне потребовалось модернизировать колеса я оставил свои старые обода, свои старые спицы но мне нужно было поменять вело-втулку потому что моя старая вело-втулка не подразумевала установку дисковых тормозов за счет того, что не было крепления и я прошелся по местным магазинам и обнаружил, что все, что продается либо стоит очень дорого а в принципе я занимаюсь велосипедом не профессионально и понтоваться мне не перед кем что у меня оборудование на велосипеде установлено самое навороченное что все, что не стоит, все Шимана это бесполезно потому что я катаюсь редко и не на таких скоростях и не по горам мне нужен просто качественный велосипед чтобы он был с дисковыми тормозами и вот я нигде не смог найти хорошую качественную вело-втулку они были либо дорогие либо они были очень дешевые они были очень плохие сейчас я вам объясню в чем их плохость по-простому вело-втулка эта конструкция получается уже идет больше ста лет в ней сложно придумать что-то нового вот с появлением дисковых тормозов просто на корпусе появились дополнительные отверстия для того чтобы можно было закрепить вот у нас диск тормозной но в целом они не поменялись внутри также идет у нас подшипники подшипники бывают двух видов насыпные, бывают промышленные мы тоже сейчас это не будем касаться потому что основное все-таки что я считаю для обычного потребителя который не занимается велоспортом это качество изготовления самой втулки а вот с этим как раз и проблема в местных магазинах продаются втулки по 500 рублей по 1000 рублей и на них даже написано что они алюминиевые но на самом деле они очень плохого качества даже не в том смысле что качество обработки или еще что-то они идут составные то есть если обратить внимание вот эта вот втулка у нас она полностью летая и потом уже обработанная то есть ее на токарном станке обработали а те втулки которые идут более дешевые причем разница у них может быть небольшая у них может разница быть в 200-300 рублей но при этом одна из частей то есть либо вот эта либо вот нижняя часть она идет просто напрессованно то есть по сути получается у нас втулка состоит из двух частей одна на другую просто напрессованно но вы должны понимать что ну да вы не занимаетесь спортом это понятно но все равно ситуации бывают разные вам понадобится срочно затормозить экстренно дисковым тормозом и у вас просто эта втулка может вся разболтаться и повернутся и у вас во первых все колесо придет в негодность во вторых вы можете и упасть и вас может занести и вы можете разбиться на велосипеде поэтому я крайне не рекомендую приобретать такие втулки вы их легко увидите в магазине если возьмете в руку просто вы сразу это поймете потому что на них будет видимый шов сразу вы его можете пальцем прочувствовать и это визуально все видно вот все таки лучше покупать цельнолитые втулки и обработанные да еще раз говорю они немножко идут подороже но при этом это качественный продукт это даже уже по умолчанию если она цельнолитая это значит все таки производитель потратил деньги на ее производство что он сделал ее не из двух частей а из одной части это уже как-то накладывает на производителя какую-то ответственность потому что он не будет он заморачиваться делать из плохого материала и плохо обрабатывать цельнометаллическую деталь вот а вот составную как раз там и металл идет алюминий дюраль и тому подобное есть и стальные то есть они очень плохого качества поэтому еще раз говорю не рекомендую их покупать покупайте цельнолитые и у вас будет велосипед вам служить годы и вы не будете знать никаких проблем к нам и вы и и Продолжение следует...